Британец В начале 2000-х один бизнесмен, во имени Алан Юманс, объявил себя банкротом. В этом нет ничего удивительного, с каждым может случиться подобное. Алан донес информацию в соответствующие органы, что его бизнес приносил одни убытки и, поэтому, он вынужден был продать не только свою фирму, но и всю свою собственность, чтоб расплатиться с долгами. Несмотря на все действия, у него еще остались кредиты. Алан утверждал, что денег ему хватало только на удовлетворение самых необходимых потребностей. Что тут говорить о покупке жилья? Мужчина объявил себя банкротом и поселился в сарае. Друзья перестали с ним общаться. И такое тоже часто случается с людьми, которые теряют свое финансовое положение в обществе. Те, которых он считал близкими людьми, теперь просто смеялись над ним. Его теперешнее жилище ранее было коровником. Денег Алану хватило только на самую дешевую обшивку. Ремонтные работы он делам своими руками. Крыша была также в непригодном состоянии. Сплетни и шутки, со стороны соседей, его совсем не донимали. Он ни с кем не общался, только изредка выходил на улицу. Одевался мужчина очень скромно. Всегда ходил в одной и той же рубашке и в одних штанах, как будто других вещей у него и не было. Алан каждый год должен был приходить в суд, чтобы подтверждать свое материальное положение, и он всегда приходил в назначенный день. Но однажды он не явился. Органы среагировали быстро и приехали к Алану домой. Полицейские быстро нашли его жилище, которое действительно снаружи выглядело как сарай. Но фасад дома производил намного лучшее впечатление. Когда по их требованию мужчина открыл двери, полицейские онемели от увиденного. Они увидели огромную лестницу, которая была устелена красной дорожкой, обшитой золотыми нитями. В интерьере использовались только самые дороги породы дерева. На стенах висели оригиналы картин известных художников, которые стоят целое состояние. В помещении были установлены красивые статуи, а с потолка свисали шикарные люстры. И это только то, что было заметно с первого взгляда. Жилище вмещало шесть спальных комнат, большую библиотеку, которая включала в себя дорогие экземпляры книг, тренажерный зал, гостевые комнаты. Место нашлось и для бассейна, и даже для танцпола. Зачем он ему, конечно, непонятно. Может быть он, чтоб скрасить свое одиночество, устраивал вечеринки для себя одного? Украшали жилища коллекционные статуэтки, старинная мебель, дорогие вазы. Но и это не являлось самым главным. Одна из его картин скрывала потайную дверь, за которой располагался большой сад, где британец выращивал запрещенные растения на продажу. Вот каким образом ему удалось скопить целое состояние. От реализации данных растения, Алан заработал 2 миллиона долларов, и скрывал свою деятельность, на протяжении 15 лет. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!